Пинчанка Дарья Лицко покоряет международный ринг и доказывает, что надеть боксерские перчатки и добывать победы в них могут представительницы слабого пола. Как это было, спортсменка рассказала нашему корреспонденту. Десятки лучших боксеров Белоруссии, с ними участники команд России, Узбекистана, Армении, собрались в столичной Чижовко-арене, чтобы на деле выяснить, кто может держать удар, умеет давать отпор и побеждать бой, а кому приходится сдаваться. Это был 19-й международный турнир по боксу в памяти героя Советского Союза Виктора Левенцева, в котором, к слову, приехали выступить даже сборные из Афганистана и Конго. Возможность показать себя на ринге представилась и пинчанке Дарьи Лицко. Не так давно с наступлением совершеннолетия она перешла во взрослую спортивную категорию и в новом статусе это были ее вторые важные соревнования, первые республиканского уровня. Она накануне завершила с золотом. Хороший турнир. Приехали нам первый, второй, третий состав России. По несколько человек в весе. У меня было семь. Сразу попала в полуфинал с россиянкой. Я уже с ней встречалась, проиграла на Европе. Ну вот взяла реванш. Так Дарья победила Алину Пушкарь. Спортсменку, которая в своей категории является третьим номером в рейтинге национальной сборной России. Тяжелый бой, конкурентный. Не сказать, что легко. Все бои тяжелые. Увы, еще одной россиянке Дарья в финале уступила. Тем не менее, нашу землячку ждал почетный пьедестал и заслуженное серебро международных соревнований. Как раз в копилке девушки наград такого достоинства не так уж и много. Преимущественно в ней из почти 20 медалей полтора десятка. Это золото, говорит пинчанка, которая сейчас учится в Минске в спортивной школе. А ведь еще несколько лет назад Дарья только начинала добиваться своих первых побед. Ей было 13, когда она пришла в отделение пинской дюшер номер 5, где преподают бокс. Вместе с Дашей занимались и другие девчонки из нашего города и района. Но вот не суждено было им задержаться на ринге. Тем более, стать чемпионками хорошего уровня. Для чего требуется масса стараний. Да, сначала идут кардиционные, физическая подготовка. То есть, когда уже она будет более-менее готова становиться в паре. Потому что до этого еще большой кусок работы. И физически, кардиционно подтянуть девочку. И уже вот это самое сложное. Это очень тяжело. Все трудом, тренировками бесконечными. Два-три раза в день на сборах. Не каждая девочка захочет этим заниматься. В настоящий момент, сетует Игорь Волосович, девочки вообще перестали профессионально заниматься боксом. Возможно, это из-за боязни перед нагрузками, травмами. У кого-то не хватает терпения, но нельзя не учесть и определенные плюсы. Лично она, призналась нам Дарья, надев перчатки и постоянно тренируясь, стала уверенной в жизни, дисциплинированной. Приобрела хорошую физическую форму, не говоря о том, что может и постоять за себя. Положительного на самом деле в боксе много, подтверждает наставник спортсменки. Сейчас мальчишки создали такую группу фитнес-бокса, там много желающих. А так для занятий и девочкам все есть. Просто нужно желание. Некоторые считают, что это не женский вид спорта. Но это выбор каждого, я считаю. Потому что, например, Даша, она состоялась в боксе. Сейчас, дай бог, учится. Будет с января месяца зарплату получать. То есть, государство на всем государственном обеспечении. Тренеры отделения бокса надеются, что пример их ученицы поможет привлечь в данную дисциплину пинских девчонок. Желающих выйти на ринг очень ждут. Особенно тех, кто умеет трудиться, не боится испытаний. Желает добиваться успехов или сделать спортивную карьеру, как наша чемпионка Дарья Лицко.